Лекция номер 15. Тема. Формирование единой будущей нации. План. Первое. Значение и содержание национальной идеи. Нанкерик Ель. Второе. Ориентация на будущее. Тенденции к духовному возрождению. И последнее. Семь крайней великой степи. Проблемы национального сознания и национальных ценностей. Идею Нанкерик Ель. Президент государства Набирчич Назарбай. Развучил в своем послании на ладу Казахстана. Стратегия Казахстан 2050. Новый политический курс состоя из всего всех государства. Декабрь 2012 года. Возвращение к идее Нанкерик Ель произошло с 17 декабря 2013 года. Когда с участием Назарбаева состоялось торжественное собрание, посвященное Дню независимости Республики Казахстан. А посвященникам собрания президент страны отметил, что в 16 декабря 1991 года в созвездии нации мира возглась новая звезда Республики Казахстан. И назвал всем без ценностей достояния, первый из которых наша священная и достойная страна Нанкерик Ель. Воплощение идеи национальной государственности вошло достойное решение в независимом Казахстане. Как следует из общих человеческого опыта, каждый народ может сохранить свои ценности и природные богатства только благодаря национальному государству. Вот здесь вам показано направление по формированию наций единого будущего. Стратегия Казахстана 2050. Политический курс. Один народ, одна страна, одна судьба. План наций. Третья модернизация Казахстана идет по Стратегии Казахстана 2050. Программа Уханишан Гроу. То есть духовного обновления, духовного возрождения, можно сказать. Такое независимость, наша страна добилась больших успехов. И сегодня Казахстан удивляет своими достижениями как социальной, так и экономической сферы. Казахстан создал свою государственность и заложил основы национальной независимости, обеспечив территориальную целостность страны и нерушимость границ, перевел экономику на свободный рыночный путь развития и интегрировал ее в мировой рынок. Сегодня Казахстан как независимое государство является полноправным членом многих международных и межрегиональных организаций, активно проводя политику интеграции. Наша страна уважаемый партнер, стратегический союзник ведущих мировых держав. Нас высоко ценят как надежного союзника, заинтересованно, наблюдается развитие, поддерживает наши начинания. Главная задача нашего общества – воспитание нового поколения со специалистов, социально активных членов общества, с высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти. Формирование личности должно соответствовать современным потребностям обновленного пазахстанского общества. Следовательно, их реализация должна базировать на методологических позициях, теории воспитания. О каком бы воспитании мы ни говорили, национальном, религиозном, правовом, политическом и так далее. Его сущность всегда одна – процесс формирования личности. Человек пытается воспитать свое потомство согласно собственным представлениям, а также требованиям общества, в котором живет. Независимый казахстан на глазах всего мира давно сформировался как светское государство. На сегодняшний день очень важно, чтобы наше сильное государство, не останавливаясь, трамительно развивалось вперед. Через адаптацию печей, в течение времени мы должны принять положительность в сторону нового века. В статье указано несколько направлений возрождения сознания целого общества и каждого казахстанца. Я приведу несколько цитат из этих пунктов. Первая конкурентоспособность – это означает способность предложить чего-либо выигрышное по цене и качеству на рынках. И это не только материальный продукт, но и знания, услуги, интеллектуальные продукты. Наконец, качество трудового ресурса. Успешность нации определяется не природным богатством, а конкурентоспособностью людей. Цифровой казахстан, программа трехязычия и программа культурного и конфессионального согласия – это часть подготовки наций к требованиям в 21 веке. Второе. Прагматизм – это точное знание всех своих национальных и личных ресурсов. Их экономия расходована, и, соответственно, этому умение планировать свое будущее, прикрывать путь остатительности, впечатляющей жизни напоказ. Сохранение национальной идентичности. Любой государственный формирует свою модель и развитие. Мы тоже свою модель не должны терять в национальной традиции, свой язык, искусство, обычаи и литературу. Нация, стремящаяся к образованию, всегда добьется успехов. Сознание молодежи, будучи у нашего государства, знание должно всегда занимать первое место. В век каждодневного изменения технологий в ближайшие 70 лет исчезнут многие существующие профессии. Поэтому казахстанцы должны быть образованы, чтобы в любое время легко поменять свою профессию. Для этого у нас созданы все условия. В области его образований существуют различные программы, университеты и интеллектуальные школы высокого уровня, эволюционное развитие. В 20-й веке пропадает государство на ряд благ. Их число можно отнести индустриализацию, образование социальных и производственных инфраструктур, формирование новой интеллигенции. Вот с чем я хотел вас ознакомить на этом последнем лекции. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok